Ребята, что происходит? Где все люди? Пляжи резко опустили, что же дальше будет? Что такое отжимной ветер и запрет на надуважке, ребятки? Это хорошо, что матрас сейчас уносит без никого, то есть догнать его все нереально. Здесь, конечно, не дойдут те, кто сядет сейчас на какой-нибудь САП и попрет за ним, потом САПом не вернется. Ну, вот так вот в море уплывает матрас. Помните, в общем, ни в коем случае ни надуважки, ни нарукавники, ни САПы, ни катамараны, ничего использовать нельзя. Это очень важно знать, друзья. Мяу! Конечно, водичка сегодня немножко мутноватая, но великолепный цвет у нее. Друзья, сегодня сильнейший литр продувает на плаве, не стоит литр, но суперненькая. Здесь очень-очень-очень много кайтеров. Я свой уже сет откатал, и я очень счастлив. Ветер сегодня мощнейший, плотнейший. Порывы, конечно, приходят, немножко бывают рваные, но в основном очень плотные, очень хорошие. Те, кто любит кайтер. Кстати, сегодня встретил подписчиков из телеграма. Вместе с этим смотрим только в телеге, даже про ютуб не знали. Прикольные телеги, все привет. Так что, ребятки, подписывайтесь, будем от души вам всем рады. Такая красота. Ну, мы сегодня, я думаю, по традиции съездим только не на Нутильский пляж, а на Югру. Прогуляясь вместе с вами, покажу вам еще один секретный пляж и возможность спуска. Ух, как сильно дует. И также съездим на центральный пляж и прокатимся по Благовещенскому. Раз, может, здесь, надо посмотреть, как сегодня, 6 сентября, тут есть или нет движуха, друзья. Ловите кайф и вайп этих мест. Жалко, что со мной никто не ездит на кайт, но я думаю, в следующий раз обязательно какую-нибудь возьму, чтобы вам в видео вставить мой прогресс, как я там прыгаю, падаю. Будет, думаю, немножечко интересно это посмотреть. Потому что Благовещенское всегда для меня это ветреную погоду. Только что разговаривал с ребятами, они приехали с семьей сюда отдыхать. И так как сегодня ветер восточный, он идет вдоль берега, за горой не спрятаться. К сожалению, говорит, очень больно сечет песком по ногам ветер. Поэтому сегодня надо каменные пляжи, там где нет песка, центральный пляж, и нам поэтому подойдет, потому что ветер сберегает там деревья и будет хорошо купаться в море. Ну, в любом случае, наслаждайтесь погодой. Любой один день с ветром тоже можно в море провести. Главное, чтобы оно теплое было. Хотя температура его немножко упадет, но не до экстремальных значений. Ну, а какие сегодня, мы сейчас с вами узнаем. Поехали. Вот, ребятки, дали мне информацию про кайт-фестиваль. Станец Благовещенская, Бугатская коса, 6 по 15 сентября. Кайт-шоу, соревнования, диджей, фудкорт, сап из волейбола. Ну, и там кто у них будет. Ну, подробнее, вот, смотрите, у них по QR-коду. Дай бог, чтобы возродился этот кайт-фестиваль, потому что раньше на него собиралась чуть ли не вся Россия, именно любителей кайта. Сейчас, конечно, людей поменьше за то, что Бугатская коса закрыта. Ну, и живем уже, как говорится, в новых условиях. Потому что здесь вообще построят новую Анапу. Как она дальше будет развиваться, вообще непонятно. Как от меня воняет лиманом. Это невероятно. Я там по грязи размотался. Сейчас поедем в море, искупаемся, очистимся от этого запаха. Кафе Клин закрылось позавчера ночью. Вчера я вечером проезжал, но также не работало. Говорят, что были, вот, работал ОМОН. Всех, как говорится, проверили. И вот хотели они сегодня запуститься. Не знаю, откроется или нет. В общем, большой-большой вопрос. Там хозяева говорят, да мы как бы не особо ни при чем. Ну, то есть не можем из-за каждого человека нести ответственность. Ну, вы как считаете, должны ли закрывать заведение или нет. Будет интересно узнать ваш ответ. Потому что, ну, для меня важно ваше понимание. Я считаю, что должно быть ко всем отдыхающим у нас хорошее отношение. Особенно, когда девушек бьют. Это уже вообще жуткая жуть. Но подозреваемых, кто там говорили, что отпустили сейчас. Говорят, что взяли под стражу. Завели уголовное дело. И там уже так просто это все не кончится. Только благодаря общественному резонансу это дело пошло на такую большую раскрутку. А так бы, как всегда, никто не виноват. И все бы на тормозах ушло. Так что спасибо всем, кто репостил и зашел на телегу на нашу. Подписался, подписывайтесь. Это очень важно. Благодаря телеграмму можем двигать очень много вещей. Сейчас поезжаем. Смотрите, как сильно тут метет пыль. И тут на подъезде народ паркуется в лесополосе, как может. Кто-то тут справа ставит машинки. Ну, мы здесь и паркнемся. В принципе, можно туда дальше заехать. Я как-то раз показывал. Но там вопрос о сохранности вашего транспортного средства, конечно, будет открыто. Можно спуститься вниз. 600 рублей парковка стоит там. В общем, каждый выбирает себе свой путь. Как я их показывал, некоторые заезжают. Там вот тут ставят машинки. Там несколько машинок. Это въезд на секретный пляж. В принципе, советую. Главное, не оставляйте за собой мусор. Ну, и вот здесь такая парковка. Я тоже тут нашел себе место под солнцем. Вот так с этой стороны выглядит Кизелташский лиман. Мне он тут очень нравится. И с левой стороны Бугатская коса. Мы сейчас с вами пройдем. Наши люди. Приятно. Пройдем с вами через секретный пляж. Дойдем до Югры. И полностью пройдем побережье. Я думаю, до глэмпингов. И потом по обратной стороне вернусь. Покажу вам и обе парковки. И как они выглядят, работают на 6 сентября. Думаю, что будет интересно. Ездите все-таки помедленнее, ребят. А то вы забываете, что сзади вас люди остаются. Смотрите, какие пыль вы поднимаете по дороге, если чуть-чуть надваливаете на газ. Отсюда стоит, я думаю, пару слов сказать еще. Потому что сзади нас находится вообще Бугатская коса. Это самое крутое место, которое разделяет Кизилташский лиман и Черное море. Между ними, здесь у нас считается, это Благовещенская. Туда дальше находится Веселовка. Между Веселовкой и Благовещенской, посередине, находится Горло, где соединяется у нас лиман с морем. И там стоит рыббригада, которая запускает, выпускает рыбу, собственно, и следит за этим. Со стороны Веселовки я видел, что много машин заезжает туда на косу. Но, чтобы, допустим, с Витязева попасть до Веселовки, это почти 100 километров надо проехать. Поэтому я там был только в начале лета и пока еще не сподобился туда загонять. Хотя, наверное, надо как-нибудь это реализовать. Потому что там довольно-таки красиво и интересно. Мне понравилось это место. Может быть, возьму послезавтра какую-нибудь машинку и поеду там ночь, переживу в ней. Посмотрим. Заходим сюда в ворот и говорю, что сюда можно заехать. Начнем мы нашу прогулку с секретного пляжа, который знает не только Люсен. Но сюда можно приезжать, отдыхать и наслаждаться дома абсолютно каждому, чем многие тут и занимаются. Только, единственное, здесь некоторые тарантасы катаются без номеров. Странно, почему это происходит. Здесь установили вышку сотовой связи. Допустим, МТС у меня стал здесь работать явно лучше. Единственное, надо было ставить там на углу, конечно, чтобы и на пляжной территории захватывал. Ну, как и есть, уже классно. Все, эта территория будет устроена новой Анапой. Но пока поля свободны. Туда дальше есть секретный пляж. Первая парковка, следующая парковка, это нудистский пляж. И чуть-чуть за ним находится тоже рядышком с нудистским обычный пляж. То есть, можете, даже если у вас семья кто-то нудит, кто-то нет. Один пошел прямо, другой налево. И загорайте каждому как удобно. Дальше заставы. За составы уже начинаются пляжики, которые относятся к автокемпингу «Жара». Ее можно подъехать там к другой стороне, поближе к морю, друзья. Ну, вот, смотрите, что-то спеши, чтобы чуть-чуть вещь, идет человек. Я думаю, что немножко, может, кто-то не понял, что-то, чем приехал, пропылил. Я этим пылем подышал. Вот так вот. Здесь находится домик. Раньше в нем люди жили, я уже рассказывал. Сейчас он такой заброшенный стоит. Очень-очень жаль, конечно. Тут зато теперь все пользуются парковочными местами. Надеюсь, что не я в этом виноват. После того, как я это место рассказал. Ну, я, видите, там припарковался. Сюда уже пошел пешком. Ой-ё. Слушайте, ну что вы за люди? Вы заехали на чужую территорию, ходите на пляж, и тут складываете свой мусор. Вот я поэтому боюсь людям что-то рассказывать. Такие гондурасы просто приезжают. Ну, вы неужели не понимаете, что никто за вами ничего увозить не будет? Вот вам, пожалуйста, ребятки. Даже матрас приехали, купили, коробку бросили здесь. У меня же прям щемит души тоскак, когда я такое вижу. Поэтому не хочется ни с кем, ни с чем делиться. Ну, дисты попросили тоже не показывать нас пляс. Не потому, что они там вас стесняются и боятся. Потому что свиньи приехали и засрали все. Они говорят, ну сколько можно за этим убирать? Я с ними полностью согласен. Я тоже не делал. Почему так происходит? Непонятно. Я помню, когда я шел впервые, снимал. Тут никто не ходил практически по этим местам. Сейчас тут дорожка уже вытоптана, никаких растений. Вот вам поток людей, который сюда приехал на этот секретный пляж. Надеюсь, сейчас я не заплачу, когда приду туда. Одно видео снял, показал, все. Пляж стал мегапопулярным. Хотя, по сути, сейчас столько пляжей доступных у нас в благе. Возьмите, жара денег не берут. Возьмите, там несколько парковок тоже денег не берут. Центральный пляж бесплатный. То есть, везде можно приезжать бесплатно. Такие места выбирают люди, чтобы поменьше народу было. Ну и море здесь гораздо круче, чем в других местах. Потому что за счет горы и сразу глубины вниз, ну, невероятно. Надеюсь, что я сегодня смогу вам такое показать. А мы таки сейчас придем, а там одни возрасты. Это, конечно, будет печально. Вот так вот дорожка ведет нас, и мы уже практически дошли до моря. Единственное, видите, тут аккуратно ходить, ну, что все развалено. Вот тут по прямой надо пройти. А я сейчас хочу до угла дойти, все-таки показать вам с угла тот пляж. Я сам хотел там побывать, но ни разу так и не доходил. До угла имеется в виду вот этой вот насыпи большой песчаной, на которой, собственно, вся эта и стоит местность. Да, конечно, я пришел в какой-то общественный туалет, потому что тут, судя по всему, все ходят именно сюда. И все в салфетках, как видите, ребятки. И доходим до угла этого места, где, как надеемся, мы сейчас увидим югру и косу угаску. Нам ничем вещать не будет. Ну, с замиранием сердца смотрим все-таки во ждании красивой картинки. Мяу! Конечно, водичка сегодня немножко мутноватая, но великолепный цвет у нее, да. Видите, метет в бок песок, поэтому не сверхкомфортно здесь. Будет вам на отдыхе, но тем не менее, наверное, это мой рай. Вот отсюда топовый вид, я думаю, который можно себе представить. Это здесь у нас казачий пляж, называется к нему парковка за 600 рублей. Можно дальше югра, потом там еще один искра, что ли, пансионат называется. И между югрой и искрой находится платный пляж. Это вот эта территория. Платный в плане того, что там парковка тоже за 600 рублей. Вы туда ставите. Мы это сейчас все пройдем ногами. Я вам покажу, как говорится, как это выглядит с берега. Но я думаю, вид вы и так сейчас видите фантастический. Еще я подумал, что надо подснять сверху пляжики, потому что одно дело мы будем ходить смотреть. Так как квадрокоптера нет, надо пользоваться этой возможностью. Если даже ветер будет задувать, то я потом просто переозвучу эти видочки. Такая вот красотища. Люди отдыхают, лежачки. Все, вот эта вторая парковка, которая по 600 рублей туда дальше. А за ней уже видите, никто не будет почти гулять. То есть вы можете быть буквально на пляже только вы и море. Ну и до самой веселовки это все продолжается. Я думаю, что такой, конечно, обзор гораздо красивее, чем. Мы смотрим просто с обычной камерой. И в обратную сторону, где еще спуски, тоже практически нет людей. Прекрасно, а там за углом нудисты. По-честному, ох, главное, чтобы кепка не улетела. Ветер сильный дует. И хочется сказать, что такие места, конечно же, просто заслуживают отдельного лайка. Потому что сюда хочется вас приглашать, чтобы вы приезжали. Знаете, красотища. Единственное, мусор, где-нибудь валяется. Но это все в наших руках. Можно за кем-то что-нибудь убрать и сделать еще чище. Лучшие места для отдыха сейчас на Черноморском побережье. Потому что не так много людей. Труднодоступные. И поэтому еще и чистое. Оно здесь и открытое. Черное море. Пользуйтесь. Если не бывали в Благовещенской, вы Анапу не видали. Мы на крайних точках были в Большом Утрише. Хотя еще до Малого Утриша тоже относятся к Анапе. Но туда совсем сложно проехать. А Большой Утриш, ну, такой более доступный. И Бугасская коса тоже такая более доступная. Ребятки, вот стою. Дальше от всех этих глэмпингов. Вообще пустынное побережье. Там около километров 10-15. Представляете, 10-15 километров песчаного пляжа. Свободного от всех. И также между Витязевом и Валовещенское. В общем, приезжайте, отдыхайте. Смотрите на эти места с другой стороны. Потому что Анапа, это не обязательно центральный пляж. Или какие-то популярные выходы. Конечно, хочется, вот ты приехал, вот отель твой. И вот море твое. Вот тут так и будет, шаг дальше. Я не знаю, как, конечно, море к этому отнесется. Но когда ты путешествуешь там по местам, куда ты приезжаешь. Я просто никогда как бы не отдыхал от отель моря. И поэтому я не могу сказать, что я бы хотел, наверное, такой отдыхать. Хотел бы, наверное, когда-то бы отдыхал. Поэтому я всегда куда бы ни приезжал. Вот приехали тут, поспали и поехали дальше. Потому что, ну какой смысл два раза ходить на один и тот же пляж. По-хорошему, я мог бы прямо вот здесь спуститься сейчас. Но я вернусь обратно на ту дорожку, по которой мы шли. И начнем все-таки обзорчик с этого секретного пляжа. На который мы, в принципе, приехали и вас пригласили. Все, по-честному дорожка сзади меня. И дальше идем к морю. Тут уже просто натоптанная тропа. Среди кустиков. То там, то там валяются бутылки. Люди, будьте людьми. Не бросайте, пожалуйста. Мусор, я вас очень прошу. Ну, некому вообще за вами тут убирать. Поэтому только сами за собой. А сознательных людей я хочу попросить. Забирайте что-нибудь с собой. Ну, чтобы понимать, во что превращаются эти места. Фу, еще там что-то такое, что тухнет. Прям вон пошло. Ну и здравствуй. Этот прекрасный, классный пляж. Вот ребята припарковались. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите. Мы были на том углу. А здесь по этой лесенке спускаемся уже вниз. Море, конечно. Единственное, что вот есть течение, волна. И вот я хотел сегодня подводное видео крутое снять на песчаных пляжах. Потому что здесь глубина хорошая. Но не получится, друзья. Пойдемте. Я вам покажу поближе море. И прогуляемся вдоль берега. Что-то мне тоже хочется. Палаточка. Мангальчик. Море. Шум. По-моему, я уже поработал. Нормально. Надо куда-то валить. Может в Крым. Или в Абхазию. Или еще куда. Пишите в комментарии, друзья. Главное, чтобы это была наша дружественная страна. Лучше всего Россия. От души. Конкретно место, где я стою. Вот они, координаты. Если что, ловите, друзья. А то пацаны говорят, координаты, координаты. Пытаюсь объяснять. Ну, координаты, конечно же, проще. Вбил и приехал. Хватит стоять. Пора спускаться. Лестница, я думаю, что здесь была вообще до самого низа. Но что, тормаем веком. Блин, ну реально просто. Мусор, мусор, мусор. Скоты. Они люди. И в прошлый раз, когда я сюда приехал летом, тут вообще практически никого не было. Надеюсь, что все-таки не моя вина в том, что здесь много стало так людей. Мы с той стороны тоже народ стоят. В общем, тут тоже можно по золотку поставить. Но очень много мусора валяется. Я хочу не акцентировать, сказать, а, посмотрите, какая красота. Везде, где поворачивается мой взгляд, мне сразу сердце колет за то, что там мусор и прям беда. Ну и выходим. Всех, мне казалось, даже тут как будто людей больше, чем здесь сейчас я наблюдаю. Пора снимать шлепки, а то тут кварцевый песочек залетает прям мне уже под шорты. Ну и здравствуй море, здравствуй пляж. В принципе, спустившись на уровень глаз, мест здесь просто предостаточно. Ну вот вам еще один пример. Добрый! Пример, как люди бросают мусор. Жуткая жизнь. Еще мне, конечно, интересно сейчас посмотреть все-таки температуру водички. Но судя по тому, что люди не выскакивают, ой, отличное море. Чуть попозже замеряем. Воздух, например, сейчас 29,9. Это прекрасно. Туда дальше еще раз рассказываю. Два пляжа, которые первый спуск и такой более сложный проход, парковка, потом нудистский пляж, потом еще один за нудистским пляжем обычный. И следующей заставой начинается жара автокемпинг. На жаре, кстати, провели уборку. Большое спасибо, что после этого видео прошлого была реакция. Отреагировали и там стало чисто, потому что повозили все те кубометры. По-моему, 90 кубов, что ли, написали. Может быть больше. Посмотрите в телеге, я писал сообщение об этом. То, что убрали огромное количество мусора, активисты там и так далее. Но у меня всегда вопрос, почему должны это делать активисты? Почему те люди, которые привозят мусор, не хотят за собой убирать? Вот у нас выросло поколение, которое не хочет сохранять мать природу, чтобы это было все красиво. Потом сами приезжают и пишут гневные отзывы. В Анапе грязь, в Анапе плохо, в Анапе там еще что. Но это все в ваших руках, ребята. То есть сохранять чистоту, природу. Поэтому делайте вещи. Вы хотите отдыхать на прекрасных чистых пляжах? На диких при этом, чтобы не было никого рядом. И сами бросайте мусор и не убирайте за себя. Так, ладно, давайте в хорошем. Детки играются в песочек под зонтиком. Видите, вот как прячется от ветра. Но я бы не сказал, что здесь так сильно метет песок, что прям больно будет лежать. Поэтому могу вам советовать сюда приезжать. Отдыхать вам будет, в принципе, комфортно. Я больше, чем уверен в этом. Тоже палатка. Вот такая ногородочка стоит. Ну и, собственно, дальше здесь начинается казачий пляж. Ну, 400 или 500 рублей платили здесь за шезлонги. Сейчас, я думаю, эту информацию, наверное, даже не найдем. И тут между дюн люди отдыхают. Вот ловят сентябрьские лучи бархатного сезона. Кстати, многие спрашивают, почему бархатный сезон? Почему такое название? Говорят, что приезжали в бархатных одеждах какие-то туристы, собственно. И поэтому назвали бархатным сезоном. Мне нравится название. Баби-Лето. То есть нестабильная. Девчонкам не очень заходит к этому. Вот, кстати, шезлонги. Знаете, вот сюда отошел. Здесь вот песок метет. И действительно, как бы, больновато. Не нашел я никого. То есть спросить народ, по-моему, просто так отдыхать. В шезлонках или обед, что ли. В общем, влаги. В прошлый раз я спрашивал, там где-то рублей 400 стоило. Вот такие бунгало на большом утраще стоимостью 4000 были. Здесь даже в бунгало в этом длине никто не отдыхает. Я думаю, уже не особо актуально, да, здесь все шезлонги. Поэтому гуляем по сторонам, смотрим и наслаждаемся видами. Море самое главное. Десчули купаются, прыгают, загорают. В общем, тут все прекрасно по максимуму. И мы доходим, смотрите, вот на границу. Сюда выход с первой покупки. Здесь пляж Югра называется, друзья. К этому рано, он с чего сегодня не сдается в аренду. Ну, и людей как-то пустовато на пляже при этом. Ну, так панорамка моря великолепная. Просил, сказали еще зонги по 400. Все-таки нашел, у кого узнать. Мужчина какой-то перекатиполе в море нашел, выкидывать пошел его на берег. Снесло. Ну, и Югра, проход не закрыт. Можно ходить всем желающим. Вы также можете в 20-метровой зоне отдыхать. Единственное, не можете пользоваться их инфраструктурой. Так как пляж относится к ним. У них тут свои теневые навесы. Барные территории. Бар, кстати, не работает. Они исполняют Анапский. Все пожелания администрация. Ну, и, собственно, я думаю, что люди сейчас здесь на обеде. Поэтому народу мы так мало и наблюдаем. Желтый флаг купания разрешено. Хотя здесь довольно-таки сильное боковое течение сейчас. Но здесь, я так понимаю, так как сразу глубина не имеет значения. Яма не яма. То есть, если вы не плывете, то вы вообще, в принципе, в море глубоко и не зайдете. Тут примерно так же, как на каменных пляжах. Воздух 27, вода 25 градусов. Заявлено по табло, которое здесь на югре и находится. У них и освещение есть на пляже, переодевалки. То есть, ну, все, кто здесь отдыхает, им воню хорошо. 37, 36. Температура у моря на час 58. Здесь можно посмотреть шезлонги, теневый навес. Вот такая красная табличка. Собственная база выдоха югора. Прям все четенько написано. Такая волничка сегодня. Смотрите, как она разрешается. Уф. Просто фантастик. Прям. Я окунусь 100%. А там, ребята, вот, где нет никаких спасений вообще, просто шезлонги на пляже. Купаются очень-очень глубоко вообще в море. Не боятся ничего. В игру мы проходим. И, как я говорил, доходим до того пляжа, который идет от парковки. Второе. Цену на парковку мы уточним, когда будем идти с той стороны. Но сейчас здесь, видите, очень близко стоят эти бунгало. Есть бар. Кстати, не знаю, работает или нет. Лагуна называется. Пока инверсит горит, напитки все стоят. Это хорошо. Потому что можно, в принципе, воспользоваться. Потому что с собой везти. Не каждый додумает, что приедешь тут негде купить. Хотя там есть и магазинчики. С водичкой, с мороженым. То есть показать, что совсем территория прошлая не могла. Аквапарк 500 тысяч. Тысяча катамаран. Тысяча двести часов. Тысяча рублей час. На деньги, так понимаю, на три тысячи. Вот такие вот ценники здесь были. То есть так, что бунгало за четыре тысячи. Это еще норм цена. И, собственно, вот так вот люди отдыхают. Чилят здесь на берегу. Приедешь, плачешь за парковку дальше. За место под солнцем. Я бы советовал вообще сваливать туда дальше. Я бы еще очень все-таки буду мечтать. Поймать непосредственно море на благе. Когда оно будет именно в формате прозрачной кристальной воды. Ну, я, в принципе, в этом году в начале сезона снимал такое. Что бы хотелось вот сейчас, к концу. Не сказать, что людей нету. Но не сказать, что их много. При этом. Осталось вот сейчас, где мы здесь. Нужно измерить температуру водички. Тут, причем, есть еще элитные зоны отдыха. Тут пластиковые полежаки. А там такие вот мягкие сеточки натянутые. Кто-то вот такие вот вещи покупают. Сам приходится и качают. И потом отдыхает. Диван на море. И сразу огородил себе место. Смотрите, как ребята борются с течением. Потому что их потихонечку сносят. Ну, еще раз говорю. Здесь вообще некому даже запрещать эти места. Что-нибудь можно было сказать, что нельзя купаться. На этом заканчивается платный прокат пляжа. Дальше здесь еще база отдыха одна. Еще одна барная территория. Вот это мораны. В общем, может быть, здесь как бы и можно все это делать. А что, где-то надо искать где-то в других местах. Вот плавсредства пошли. Лоджим с родителями. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Это прекрасно. Все пишут, что не могут встретиться. А я сам прихожу. Я каждый год с вами вижу. А Душе, и как вам море тут? Ну, так, это вообще хорошо. Вот мы сюда приехали. Мы смотрели ваши предыдущие видео, где вы показывали, как проехать. Мы сюда приехали первый раз. Море шикарное. Но я тут, потому что ветер. Да. Если бы он не был сильным, меня бы здесь не было. Так меня надуло. Я же приехал на кайфе. Мы, кстати, видели, там летают эти все аппараты. Да-да-да, я тоже уже накатался. Это спорт такой. Ладно, вам хороший отдых. А так вообще где отдыхаете? Мы в Анаде. Олимпия. Ну, там центральный пляж вроде тоже говорят сейчас чисто. Нет, мы не купались в Анаде не раз. Ну, это в Анаде. От души. Ну, хорошего вам отдыха. Спасибо большое. Будьте аккуратны. Особенно с кругами сегодня нельзя. Привет. Давай. Рутук, всем привет. И тебе привет. До свидания. Все, ребятки. Вот так вот наши люди еще здесь. Ну, собственно, чем дальше, тем меньше народу. Девушка с бутылкой шампанского. Как говорится, чего еще мечтать в этих местах. Прекрасно, классно и завораживающе. То есть приезжайте на отдых и здесь вы будете счастливы. Чисто, да, главное. Вот здесь, вдоль этого берега, вот на берегу вообще ни одной мусоринки не выглядело. Тут даже мусорки стоят. Но это, еще раз говорю, это уже база отдыха. И мы доходим до пляжей глэмпингов. Дальше до Веселовки. Идите, гуляйте. Еще раз говорю, что около 10 километров пляжа. Я сейчас, наверное, точно даже возьму, замерю и скажу вам, сколько показывают наши навигаторы. Так, все-таки надо место выбрать, искупаться. Вот дальше видно, как метет песок очень сильно. Так что я думаю, что где-то здесь этим надо заниматься. Место можно выбрать вот именно такое свободное. Тут техническая зона, огорожена Байканья. Я пройду, наверное, еще пару шагов дальше. И там я буду вообще один. Но это вот напротив этого глэмпинга все находится. Крутые места. Берегите их. Главное, природа. Оставляйте чистоту после себя. И тогда будет, в общем-то, красота. Ребята, что происходит? Где все люди? Пляжи резко опустились. Что же дальше будет? Ну, если что, это Благовещенское. Я нашел просто пустое место на Бугасской косе, где можно отдыхать и получать счастье и удовольствие в одиночестве. Кто-то точно хочет вернуться. Вернем эту монетку обратно. Поймал все-таки волнук. Вверх занырнем. Поэтому смысла вас туда засовывать особого нету. Но глубина. Я стою на дорогах, рядом с берегом. Только. Только там глубоко. На пляжике довольно-таки некомфортно находиться, ребята. Потому что песок метет. Я положил свой рюкзак. И на 20 минуте чуть ли не полностью заняло песочком. Для зрителя свободная тень. Люди сюда приходят с конца походки. Те, кто приезжает, будут здесь. Прекрасный и классный. Девушка вообще дальше пошла. На спасательные вышки отдыхать. Виды, конечно, крутые. Хочется сюда приезжать. Да, конечно, собственно, почему бы и нет. Всегда хочется показывать сверху эти места. Как жалко все-таки, что нет у нас больше квадрокоптера. Ну, надеемся, что еще когда-нибудь вернется эта тема. Но пока вот поднимаюсь на спасательную вышку, чтобы вам показать такой вид. Ребята, не забывайте приезжать, отдыхать. Однозначно лайк. И в обратную сторону здесь вид на глэмпинге. Как раз таки. Морышко, ну что, мы не говорим тебе до свидания. Слушайте, вовремя прогулялся солнечно. Снял вам картинки. Здесь сейчас заходит такая пасмурная погода. И мы вот мимо глэмпинга будем уходить уже в сторону дороги, парковки. Заезды на Мугаску, Косу. Но как раз таки пройдемся, посмотрим и по ценам, и что там по инфраструктуре имеется. Такой вот сегодня прикольный прогулочный ролик. Небольшой, но я думаю, что вполне себе интересный получился. На дюнах тут тоже есть зелень. Вербюжая колючка. Ну и здесь, видите, их используют для того, чтобы поставить на сваях домики. Представьте, если бы у нас все дюны в Анапе были в таких домиках. Конечно, звездец был бы. Ну, здесь есть, есть. Говорится, убираются, чистятся пляжи. Уже хоть какой-то плюс. Я вот всегда был против строительства. Но сейчас, глядя, вот как вначале мы выходили с вами, какая там свалка и мусор был. И кого привлечешь? Никого. Потому что у нас администрация не бежит сразу убирать. Вот как у нас мэрия поменялась, так и осталось все. Раньше найдешь где-то свалку, сразу все идут, убирают. Сейчас можно тысячи лет ходить, показывать. Если кто-то не будет. Но благи, видите, работает. Прошлое видео сняли. Буквально позавчера мусор вывезли. И это хорошо. Здесь работает по косе транса, что ли, 600 или 700 рублей. Машинка там, номера телефонов указаны. Если что, добавляйте в группу, какая-то благо, и узнаете. Можно выехать туда до середины косы, пойти купаться, чтобы не ходить пешком. Ну, я все-таки считаю, что лучший отдых – это наслаждение именно ногами этими местами. Потому что по-другому вы их и не узнаете. Тут стойкий запах канализации. Я вот в Лимане сегодня катался. От него, от ила идет аромат. Но здесь прямо именно говном несет. По-другому не сказать. Это мы находимся вот тут, рядом с парковкой. Сейчас точно подойду, сколько это база отдыха называется. Называется это место «Зенит». База отдыха здесь парковаться нигде не получится. Потому что все. Либо лично и частно, либо в цепочках. Магазин закрыт, где мороженое попало. За ним находился гриль-бар. Его тоже закрыли. То есть, они работали. Тут, видите, на такси люди приехали. Их высадили. А дальше они уже на трансфер пересаживаются и по кости ездят. Тут аж несколько цепочек. Тут вот запаха нет, ребят. Потому что ветер вот так вот наискосок дует. Я прошелся чуть дальше. У меня не записалось первый вариант видео. Потому что вернусь назад и покажу вам еще туда. Дальше проезда нет. Так что машина тут зря становится. Вся парковочная территория возле берега Лимана заставлена. И именно вот отсюда идет эта жуткая вон. Зенит, сам пансионат работает. Море пляшь типа туда. Сюда не ходи. Обходи территорию. То есть, не разрешает через все ходить. Но вот я бы задался бы природоохранной прокуратуре вопросом, почему здесь, в этом месте, так воняет говно. То есть, либо у них септик открытый какой-то стоит, что тоже запрещено. Так как заражается вокруг нас песок и земля. Либо еще какая-то хрень. Но вон стоит дичайшая. И реакции никакой нет. А очень бы хотелось. Вот именно с этого места, с этой парковки, которая с левой стороны находится. Парковка на тротуаре, уровень бок 3,7, 76 регион вообще. Тоже все заставлено машинами. В общем, самая большая проблема – это нехватка парковочных мест. В этом году неоднократно наблюдал, как вот эта парковка, даже с таким конским ценником, была полностью занята автомобилями. Теней на 500, если в течение суток, на 1000 рублей. Вот так вот. Здесь по стоимости выезд свободный. Выходите. Машина стоит. Довольт, наверное, таким много в этих местах. И сама парковка, знаете, поближе стоит. Это все те, кто приезжает именно на хайфест, я думаю. Те, кто туда дальше паркуется, на пляжных территориях. Хотя, как я так скажу, мест много, но вы сами видите, что и много машин опакованы. Но вы припаркуйтесь, не переживайте. О, кстати, что, реклама. Смотрите, меня спрашивали недавно. Вот вам беседки предлагают на берегу моря приезжать. Ну, не в такой ветер, ребята. В такой ветер вы все, что привезете с собой, будете есть песком. Смотрите, оттуда разглядится вам, какая пыль идет. И опять кто-то нажал на газ. И смотрим с этой стороны, ребятки. Тут начинается уй, пойми, как строила. Ну, называется это все юра. Видите, разные крючки, разные домики. В общем, у него какого-то даже стиля нет. Вот он, ну, и парковочная зона у них. Изелташский лимон слева, югора справа. Тут магазинчик у них существует. Такое ощущение, что как будто дождь пройдет, но прогноза ничего не было. Потому что по ушам бьет, давление меняется. Ну, а мне еще пешком идти-идти. Я, кстати, сегодня пришел впервые донат сообщения от моей подписчицы ВКонтакте. Спасибо огромнейшее, ребятки. Вы можете оформить платную подписку ВКонтакте. За это буду признателен. И будем двигаться, я думаю, к тому, что будет появляться какой-то эксклюзивный контент для именно подписчиков, который нигде больше публиковаться не будет. Так что будем рады вас, кажется, видеть среди донатеров. Там, ну, а здесь вот мы дошли до центрального входа югры. И нам осталось с вами еще звучать ценник на следующей парковке, которая казачья там зовется. Ну, популярность, да? То есть все занято машинами, ребятки. Абсолютно ни одного здесь свободного места нет. То есть вот эти все дома, везде отдыхают люди. И машины едут, едут нескончаемым потоком. Добрались мы до конца югры. И вот здесь территория парковки Другай, которая первая, которую я казачий называл. Может, по-другому как называется. Когда в прошлый раз я снимал, здесь было все занято машинами. Тоже свободных мест не было. Типа туалет. Один на всю эту территорию, куда все ходят в туалет. Ну, я вам показывал там кто-то в кусты. Им спасибо. Не используйте только вот эти химические салфетки. Используйте туалетную бумагу. Обычно самая дешевая. Она очень быстро разворачивается. Стоимость тут 500 рублей до 12 ночи. Ну, то есть ценник одинаковый. Был по 600, сейчас сделали по 500. Ну, и здесь я хочу сказать, что есть альтернативная парковка. Они паркуются вот тут, в рядочек. За это большое спасибо. Могли бы уже все сделать, да? Там он еще, машин 5-6 достал бы. Раньше этого не было. Либо приехал, занял место, парканулся бесплатно. Ну, либо вот как. Люди прогуливаются, как я иду, пешочком от души для души. Есть кайтеры, которые экономят. То, что там далеко паркуются, из кайта шмотом идут на спот. Это вообще прям. Он пока дойдет, уже устанет. Ну, говорится, спорт наше все. И когда немножко денежков, то все равно ради достижений и побед пойдешь на все. Дошли мы обратно до машины. Фу, прогулочка удалась. Надеюсь, что лайк, комментарий вы за нее напишите. Особенно после кайта, если кто-то вот бежал 2 часа подряд и потом еще пошел ходить, вот они поймут мои чувства. В общем, от души едем, прокатимся по Благовещенской, только бы не упасть еще. Значит, по дороге мы летим туда. Мне просили, Юра, что там вот копали? Ну, котлован там было, ребятки, под казино пытались его замутить. В общем, не хочется у меня по пыли там лазить, поэтому как-нибудь в другой раз мы обязательно там посмотрим, что, да как. Просто ветер очень-очень сильный. Сейчас, вы видите, воруют потихонечку, на песок развозят к себе куда-то. Тут вот, видите, указатели, как раз-таки они на жару показывают. Ну, тоже не имеет смысла сегодня ехать вам показывать. Почему? Потому что, ну, ветер сильный. Здесь надо приехать как-нибудь, когда будет хорошая погода. Здесь по этой еде мы открыли, сделали обзорчик. Мы как-то раз сидели, кушали, советую. В принципе, хорошо готовили, ребятки. Ну, не знаю, работает сейчас или нет. Как-то раз проезжал, все было закрыто. Ну, вот, пожалуйста, мы шашлычки жарят. Еще поманты. Все есть. Чебурек шашлыков. Ну, мы въехали в Благовещенск. Там, где обычно вы выезжаете. Так, вот она улица. Левопиноградный. Здесь мы поворачивать, могли бы не поворачивать, поехать туда, но поворачиваем. И прокатимся, в том числе и по ней. В гостиничку себе построил. Ну, и захватим центральную улицу, как я всегда делаю. То есть, интересно смотреть, как Благовещенская меняется. Сезон пришел, сезон ушел. Если бы, пожалуйста, там фрукты, овощи продают. Стоу, с правой стороны, я так не понял, по дворе там находилась, работала она или нет. Шашлык уже все не работает. Вот здесь, столовый с правой стороны еще вроде как бы функцилирует. Туда, например, центральный пляж у нас. Парковка там бесплатная, насколько вы помните. Мы поворачиваем налево. Люди еще нет-нет, здесь все-таки гуляют. Так что, жизнь продолжается. С левой стороны у нас аквакомплекс уже все. Ну, по крайней мере, ни одного человека, все шезлонги собраны на нем. Тут тоже нет отдыхающих. Ирина, бар. С правой стороны машины стоят, наверное, работают. И здесь, в принципе, люди есть. Самой главной улице Благовещенской. Рынки работают, на остановках люди сидят. То есть, куда-то ехать хотят, собираются. Серварная ненадельная в Альман работают. С правой стороны ботнутный комплекс, как всегда, спущенный. Вот здесь был полный аппетит. Очень много людей. Крайний раз, когда приезжали, сейчас люди есть. В принципе, нормально. Слушайте, в этой столовой, как всегда, здесь шаурму предлагают. Скучающие продавцы сидят. Ну, люди еще немножко есть. Время у нас 3 часа 10 минут. Ну, и так вот пасма настала. Я думаю, что с моря многие уже поуходили бы. В принципе, машин на дорогах еще много. Отдыхающие еще есть. То есть, 6 сентября еще нет совсем приговор, по крайней мере, для центральной улицы. Продуктов много. То есть, не сказать, что там дорабатывают последний фрукт овощи, продают и расходятся. То есть, я думаю, что еще сезон будет дальше продолжаться. Здесь мы подъезжаем к пятерочке. А спереди едет машина, которая никуда не спешит. Наверное, как я, тоже смотрит по сторонам кофе с собой. Заедем в пятерочку. Я думаю, возьму шаурма на углях. Шашлык тоже свинина по 150, по-моему, там было написано. Ну, как вы видите, благо. Ищите, ребятки. Вот это кафе. Тоже, смотрите, твоя веранда заработала. В прошлый раз я приезжал, по-моему, как будто она не работала. И Одиссея. Ну, столики стоят. Там свет горит. Наверное, тоже работает. Людей не увидел. В принципе, раньше она была одна из самых дорогих столовых, первых, которые я посетил когда-либо. Мне так дорого казалось. Сейчас это на одного поесть. Магазинчик. Часто сюда заезжаю. Там вкусные продукты тоже бывают. Сейчас вот в пятерочку. По-честному езжу. Постоянно кофе беру. Мне там, в принципе, до дома хватает доехать. Здесь, на главной улице машины тоже еще много понапарковано. Здесь у нас магнит находится, аптека, аппарк. Гостиница, гостиница, гостиница в основных местах. Ну, я вот не могу сказать, да, вот плохо, что ветер. Потому что я сейчас с тобой сегодня потренировался. Ветер был прям прекрасным, дующим и классным. Поэтому я рад, что он сегодня пришел. Единственное, надо теперь передышку брать. Сейчас домой приеду, буду монтировать, чуть-чуть чилить, отдыхать и, собственно, смотреть по сторонам, получать удовольствие от этой жизни. Поэтому я думаю, что очень хорошо, что ветер существует, он приходит. Ну, погода разная. Температура воздуха сейчас 26, показывает море 25,5. Поэтому отдыхать можно еще, приезжать и приезжать. И я смотрю, там в ближайшие дни и, возможно, температура чуть-чуть еще уменьшится. Воды там, ну, до 25, до 24. Ниже до где-то чисел 20 сентября, пока более-менее точные данные прогнозируются, именно по температуре моря, изменений нет. Поэтому, если вы ориентируетесь на море, должно быть все хорошо. Там, как говорится, в погоду нашу верить. Здесь приезжаем тоже кучу магазинов, потому что вот эта пекарня работает, она тоже одна из первых. Закрывается и позже всех открывается. Ну, и доезжаем до магнитов. Ребята, все работает, машин много, Благовещенская еще жива. Ну, а теперь я думаю, что пойду я в пятерочку схожу с магнитом, а вам предлагаю прогуляться со мной еще вдоль берега моря, послушать его, как оно звучит. Ну, вот оно, пятерочка. И магнит, и магнит косметик, все здесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok